Кто такой? Рассказывайте. Меня зовут Куликов Игорь Васильевич, город Слайнс на Кубани. И у меня к вам несколько вопросов. Я сначала осмотрел ваш сайт, но там быстро не нашел ответы для себя. Вы еще мне в ВКонтакте вопрос прислали, и вот, собственно, решил отзвониться. Городко, значит, у меня такие вопросы. Ну, вопрос первый. Давайте я с самого начала начну. Дело в том, что как поступать, если я убежден на сегодняшний день, что я не крещен? Дело в том, что мои родители, в том числе бабушка, они как-то так, безответственно к этому отнеслись. А именно они, когда я был маленький, после рождения отнесли к священнику, и отдали меня священнику, а священник закрыл двери, и все, и неизвестно, что там было в храме. После чего там бабушка забрала, но факта крещения никто не видел, не знает. Мне просто говорили, что ты как бы крещен, но по сути это неизвестно. Крещен ли я? Ну, у меня плюс такое убеждение, что я не крещен. Плюс то, что это была московская патриархия. Вот. Ну, это отдельный вопрос. У меня вот, как поступать? Мне нужно истинное крещение в истинной церкви русской? Это вот еще у меня вопрос. Выяснить истинную церковь? Или же крещение было? Свидетели это не было крещения? У вас уверенности никакой нет. А с этим играть нельзя. Вы записывайте, возьмите ручку, я вам буду говорить. Ну, кресток готов. Шестой Филинский собор. 84 правило. Там говорится, что если нет достоверных свидетелей, что ты крещен, ты немало, не сомневаясь, должен принять крещение. То есть вопроса-то даже задавать не надо. Если священнику вы сказали, что воскресили, никто не видел, все ставится под сомнением. Он, может, ничего и не делал. Потому что бывают такие священники, которые просто пробрались в это место, они ни страха Божия не имеют ничего. Как у Лескова, ни крещеный поп. Ну, на самом деле, меня это обрадовало, ваш ответ. Потому что я хочу как-то креститься и все с нуля начать, потому что... Вот. Ну, ладно. Следующий вопрос у меня такой. Дело в том, что я часто вас осмотрел, все ваши видео, очень много пересмотрел ваших видео. И признаюсь вам, и сразу же перед вами, перед Богом извинюсь, потому что я при других людях вас осудил. Вот. Грубо осудил по поводу, знаете, чего. На вашем канале я увидел видео по поводу так называемой Новороссии и по поводу сепаратистов. Для меня просто стало непонятным, почему именно истинные христиане как-то сочувствуют или еще содействуют с этими бандитами. Ну, я так считаю. Явными бандитами, которые убивают русских христиан только на Украине. Вот у меня вот этот вопрос. Хорошо. Первый век. Исполнилось обещание Божие, что придет Спаситель и Избавитель. Он приходит в лице Иисуса Христа. Приходит никуда, так к своему богоизбранному еврейскому народу, который находится под римской питою. И Господь когда говорил, если вас принуждает идти одно поприще, идите два. Речь шла о том, что если только человек идет, римлянин несет, предполагаем, ящик на спине, сундук. И он увидел любого крестьянина на поле, он ему поставил на плечо и иди. Но закон ограничивал, что он мог взять его не более как на два километра. Нельзя, иначе это просто работы не будет никакой. Вот, тебе принудили идти два, а я не хочу идти, у меня урожай, у меня засыхает поле, надо сеять. Никто не спрашивал. Это римский закон государственной власти. И люди ждали, что сейчас придет Господь, и вот от всех этих законов, которые унижают богоизбранную нацию, делают ее рабами. В народе рабский дух. И он освободит, а Господь говорит, иди два поприща. Ну, в прошлый раз меня сняли плащ. Я не мог ничего сделать, это три было воина. А Господь говорит, кто снимает с себя верхнюю одежду, отдай ему нижнюю. Понимаете, какого это было для людей смотреть. Потому многие от него отступили. Он совсем не так учит. Одно сплошное разочарование. Теперь переходим к Новороссии. Новороссия, это не часть какая-то Венгрии, Польши или России. Она принадлежит, это не Крым. Она принадлежит к Украине. Ну и ни одно государство никогда этого не было, чтобы спокойно смотрело, как отделяется от них какой-то штат или город. А были такие попытки? Были во всем мире. В Китае, в Америке, в России. Что было с Чечнёй? С землей сравняли. А было ли это, курды где-то отделились в Турции? Да дали, не дали. И так во всем мире. Я не правитель, но я знаю, по-другому не было. И правление это рассматривает как измену, как предательство и уничтожало всех. А здесь так. Их осадили, в это время идёт гуманитарный поезд. В осаждённый город не пропускался никто. Никогда. Для того и осада Ленинграда, чтобы сломить её и поставить на колени. Ну, маленько надо посмотреть. Если по двойному стандарту, завтра отделяется Краснодар, Ставрополь, а там уже идут эти митинги-то. И что вы думаете? Правители посмотрят на это, с землёй смешают всё. И кто бандиты-то? Надо посмотреть. Откуда-то придумали ополченцию. Что это за слово такое? Его никто и не знал. Вчера мирно жили. Меня спрашивали, что нужно делать. Делать ещё не надо. Надо молиться и каяться. Украина сделает пристанищем всяких сект. Разброд какой. А они вот такое. Мне говорят это о Прибалтике. Я сам там был. Я говорю, как мы можем судить их? Я русский человек. Когда высели, то у них то самое зло. Как у чеченцев Ермолов, как их завоёвали. Ну, не надо ничего. Хаджимурат просто считает, и ты уже увидишь. Когда они идут пушками, всё уничтожают, пасеку уничтожают, детей побили. И они собрались, эти старики, там мула среди них, или кто и говорит, Аллах. Зачем эти люди живут на земле? Сколько зла сделали? Это посеяли. И теперь пожинают. Надо смотреть немного дальше туда. Кто это делал? Вот осуждали музычка. У него три дяди в углаге погибли. Я рассуждать не могу по-другому, потому что я зову людей к покаянию, к несопротивлению. Но если бы это был, на стороне бы было ополчено. Я бы пошёл, может быть, к Бандеровцам, как вот там есть сейчас Стрелков или Александр Невзоров. Он где бы не воевали, лишь бы убивать ему. Но рано или поздно он найдёт. А говорят, а вот Гитлер, он пришёл, он не родился бы, если жили правильно. Он не был бы зачат в ту ночь. Мимо прошло утробы семя его. И всё на этом. И Ленин не пришёл бы сюда. Мы должны посмотреть туда. А туда это значит в Святую Библию. И Библия говорит, что грехи народа Бог наводит войну. Последнее время Господь говорит, услышите о войнах, о военных слухах. Слухи это не просто слухи, это означает где-то пылает. Не бойтесь и не ужасайтесь. Сему надлежит быть. Это должно быть. Это начало первой корчи. Это предродовые схватки, так скажем. Отойдут воды и покажется младенец, то есть антихрист. Мы должны искать воли Божией. На Украине, которая есть, нашим условиям, если люди соответствуют, чтобы не лгал, не пил, не курил, не матерился, не ворвал, мы с ним будем разговаривать. У нас много земли, прекрасная вода, люди верующие. Кто думает воспитать детей во Христе, лучше не придумаешь, как мы строим деревню. Все учителя верующие, священник, храм и все с нуля пришли, крапива растет, получили статус. А на нас там кто только что не говорил. Первая лошадь, ей штырь, воткнули в бок, она прибежала и кончилась. Это так было. Но все изменилось, Господь видел наше смирение. Враг голоден. Что враг голоден? Перекрыть все подходы хлеба и прочее, чтобы сдох с голоду. Не так. Враг голоден, враг, а кто? Который напал врага-то? Ну, конечно, враг. Что сделать, обороняться, град ставить? Нет, напоить и накормить. И делаясь, если берешь горящие угли на голову, пробудешь совесть его. Сегодня говорят нереальным. Да, зашли далеко. Вот находят захоронение. А кто это сделал? Кто сбил этот самолет, летел из Малайзии? Это Господь разбирать будет. Нам это уже не узнать. Мы должны знать за собой, как я сегодня встал, как я молился, готовлюсь я к смерти. То есть вопрос стоит, для Бога я живу или просто так, смерть на земле. Зловоние одно. А мы должны издавать благоухание на жизнь или на смерть, где грех, там должно все умереть. Другого нет. Вот только сейчас, вот минуту назад отвечал на вопросы по Восточной Украине. Я не раз говорил, вот от Леонов убили. Если знаете, там у меня сколько роликов стоит с ним разговоры. Неоднократный чемпион мира по кикбоксингу. И он зачем? Он семинарию окончил. Разговаривали с ним. Я говорю, Николай, ты не должен воевать. До 50 лет не доживешь. В это время я был за границей. Кажется, в Германии были. И мне скинули. И Николая убили. Конечно, жалко. Но я ему сказал заранее. Теперь говорит, а как вы могли знать? Никак. Я не пророк. Я просто знаю. Кто берет меч, от меча погибнет. Кто ведет плен, сам будет взят в плен. Это говорит нам Святая Библия. Я просто знаю. Я много лет занимался, поэтому мне искать даже открывать не надо. Я открываю. Вот сейчас один сны там увлекся с нами. Там сон, там сон. Видел. Я ему сразу из Библии открываю. Вот пророк Исаик говорит, кто видел сон, говори как сон. Кто имеет откровение от Бога, как откровение. Что вообще у Микины с зерном? Он говорит, как вы все знаете? Но я занимаюсь. Это не мои слова. Их опровергать никто не будет. Так говорит Господь Бог, как пророк Михаил говорит. Бог сказал. Я тебе ответил. О, да вас так слушают. Мою жену будут насиловать. Я буду смотреть. Вот сейчас я сижу здесь. Мы близко около Китая. Сейчас ко мне входят 15 человек с автоматами. Ну я что, кинусь? Ясное дело. А что говорит? Я место даже не изменусь. Простращили, продырявили все. Когда Авраам оказался в Египте, то он играл там с женой. Сара была очень красивая. Его заметил один из слуг фараонов. Потом фараоны ее забрали от него. И он говорит, ты скажи, что ты моя сестра, и мне будет хорошо. И все говорят, вот это да. Жену забрали на постель к фараону. И Англотаус говорит, если бы он сказал, что это жена моя, его бы просто убили. Он знает жестокость египтян. Он ничего не мог сделать. И он просто благословляет по сегодняшнему, скажем. Я молился. И Бог навел болезнь. Все заболели. Ну как в фильме показывают. Все чихают, падают, кашляют. И фараон, когда ему Бог ночью открыл, солнце, что это жена, жена, это не сестра. И говорит, что ты сделал? Он говорит, она сестра мне двоюродная. Я не обманул. Он его наградил, иди ты с Богом. Я говорю по практике своей. У меня было сколько врагов. А как Бог делает? Бог делает так, как я никогда не додумаюсь. Мне казалось, разные варианты, у меня опыт, ничего подобного. Все будет по-другому. Друзья сделаются врагами, а враги друзьями. Вот так. Мы в прошлом году, в 13-м, Украину колесили вдоль и поперек. Прошли весь Крым. Я 38 книг свои дарю в каждую библиотеку. И Украину мы не отделяем от России. Для меня просто ее не было никогда. Это русские люди. У нас вокруг все. Вот он, Володя снимает, Пасченко. У брата и жены Антоненко. Ну что говорить? Какие фамилии это? Если ли с кем? Савченко. Другой Крущина. Я один только с русской фамилией Лапкин. И поэтому я говорю как о своем родном народе. Но в данной ситуации, если бы я имел какой-то голос у президента, я бы сказал, в первую очередь, Путину. Владимир Владимирович, давайте помолимся. Чтобы Бог положил мне, я сказал, потому что твои советники, они меня убьют к вечеру. Ему Бог бы положил, как я думаю. Он сказал, ничего мне Бог не отвечает. Я такой, я бы сказал, вы хотите, чтобы у нас в России полыхало так вот? Нет. Поэтому постарайтесь загладить эту вину. Русских людей переселите. Это 13 глава, 14 стих Исаии. И в конце времени 13-14. 13 глава, 14 стих. Все народы побегут к своему народу. Русские, идите в Россию. Людей тут не хватает. Страна вымирает. А да у меня там дом, квартира. Ну, тогда будешь на кладбище лежать. Выбирать-то не приходится. Они приходят, они вас убивают, они насилуют. Ну, вы это знаете, лучше нашего. Я-то это говорю с ваших слов. Так или не так еще разобраться. Но мы простираем объятия. Родные наши, близкие, приезжайте. Лично мы примем. Вот сегодня, ну, сейчас уже зима началась, весной. Мы можем 70-100 человек принять. Так эта деревушка-то там капелька одна. Бери, стройся, лишь бы были какие-то средства. Где-то займите, что-то продайте, пока можно продать. Надо уходить оттуда. Уходить. Другого не будет. А я как-нибудь буду, значит, так и будет. Они будут приходить и будут делать то, что тебе не нравится, и ты не выдержишь. Ты возьмешься за меч. И там и погибнешь. Сегодня, когда в Донецке все разбомблено, когда начинали, кто говорил, голосовать за, ну, за отделение, Новороссию создавать, им бы показали вот эти картины, которые сейчас в интернете. Вот что будет. Вот сожженные хаты, разбомбленные, валяются дети, убитые, изнасилованные. Вот это что будет. А вы еще ничего не получили. На гуманитарку живете. Вот и все. Мой совет какой? Жить по Евангелию. Любить врага. И больше ничего. Трудно? Господь, говорит, гонит в одном городе и в другой. Не стыдно быть беглецом. Почему? Гнали Христа, он побежал в Египет. И Англотаус говорит, вот великий беглец, с большой буквы. Понятно. Тогда у меня еще, ну, коротко так, по поводу этого вопроса, и тогда потом на личное больше перейду. Смотри, дело в том, что я, как бы, относился ранее к русским националистам, и я также мыслил о великой России, да, о том, что Украина – это часть России. Но когда произошла вот эта агрессия, и, допустим, многие русские националисты стали на стороне Украины, вопрос в том, что, почему именно русские люди, то есть националисты, стали на стороне Украины, по одной причине. Причина в том, что у них цель одна – это сбросить ярмо правящей Неруси, в том числе Путина. Я понимаю, что для нас самое главное – это спасение, спасение души, да, каждого русского человека. Но тот русский мир, который несет Гиркин, Стрелков, это не настоящий и думающий русский мир, потому что ихний русский мир – это территория и ихний порядок. Русский мир – это, прежде всего, истинная церковь и сохранение чистоты и православия. Потому именно Россия, и нынешняя, она делает преступления. Ну, это ладно. Спасибо, что вы слушали. И следующий вопрос у меня тогда личный. Вопрос следующий. Вот, допустим, как мне, вот я поставил себе цель найти истинную русскую церковь. Но, как известно, их сейчас столько. Я буквально лет пять назвал, я думал, я разберусь. Но когда я начал ознакомливаться, что там раскол за расколом, когда русская православная церковь за рубежом раскололась на, не знаю, наверное, уже на десятки церквей, вопрос, как найти. Понятно, что, наверное, важна апостольская преемственность, отследить. Но вот у меня хотел бы вопрос, вы знаете, где именно истинная церковь? Потому что никогда истинная же везде, в каждой церкви. Истина больше или меньше, но можно ли говорить об истине, это не церковь. В самом основании. Вот сейчас бывает так. Люди, некоторые приходят в православие, кто-то что-то не понравилось. А пришли в православие, они какие были, такие остались. Самое главное определение, это есть ли рукоположение, епископское, это апостольский времен. Если этого нет, разговоров нет. Я всегда показываю пять пальцев. Православие, католицизм, григория на армяне, копты-сирийцы. Вот ты ищи здесь, что тебе ближе, где ты родился. И везде ты найдешь труд. Если вы находитесь там, а как смотреть вот на этого? Еще раз говорю, если будете смотреть, как Герман Стерликов, у вас ничего не будет. Он один только верующий, один где-то епископ, никто не знает. Это церковь Христова. Я нахожусь в русской православной зарубежной церкви. Той части, которая признала к акт хроническому общению. К нам приезжают с московской патриархии, архиереи, мы служим вместе. Но мы юридически считаемся там, мы им не подчиняемся. И причина одна. Это не только экуминизм, не только сергианство. Но главное, что они бесчестные, не держат своего слова. Они вообще этого не понимают. Вот с ними договорились, все. Бац, отошли, ни слова не говорят. Да мы договорились встречаться. Ничего нету, как будто никогда не было. То есть такая непорядочность. Мы свободны, и в этой свободе мы трудимся. Наша община не только она необычная. Она единственная, может, за тысячи лет с таким правилом, уставом, где нам нельзя к себе звать. Такого не бывает ни в секторах, нигде. У нас запрещено к себе звать. Мы можем только свидетельствовать. А маленькая вот эта группа, вот от тех, кто просится, стучится, мы его проверяем, перепроверяем. Вот сейчас один из Украины. Ну, просятся, звонят. Я ему говорю, ну, не звони ты один. Один ты не приживешься. Нет, я хочу. Нам пришлось пересматривать кое-что, даже потеряю. И собрались и решили. Отдельная гостиница для одиноких мужчин, отдельная сделала для женщин. Кто-то найдут, как говорят, свою половину. Вот, может быть. И вот он опять. И гляжу, он выступает, записался в Mail.ru, своя страница, заходит, и везде все говорит правильно. Сразу бороду перестал, видно, брить, и борода у него. Ну, все сходится. Ну, я-то не знаю, может, это с соседней улицы звонит. Я говорю, а какой город? Ну, он говорит, город какой, Киевская область. Ладно, я говорю, сделай так. Я сейчас говорю тебе, ты завтра мне представь снимки. Подойди к управлению милиции городскому и встань, подними руки выше головы, вот так вот, сфотографируйся, и чтобы было видно надпись, откуда ты говоришь. Вот. Потом сделай так. Опусти, одну руку только вот так подними. И теперь пойди к военкомату и сделай так. Повернись левой стороной и отдай счастье. Вот так, чтобы видно было тебе. А вторая сделай вот так вот, я вам показал как. И дальше. Копии трудовой, копии военного билета, копию паспорта. Он мигом все выслал. То есть я поверил, что он тот. Теперь я ему говорю, как принять, сохранить гражданство Украины, если ты думаешь здесь жить. Не потеряй его. Впереди многое будет. Удастся это или не удастся, что с собой взять, как приехать. Теперь уже вот, ну, Володя вот работает в лагере, в нашем детском, и он тебе грибует помощник. То есть мы вот одному человеку разрешили. Про нас писали как-то председатель или как назвать его, секретарь союза писателей. Говорит, в общину Лапкина попасть нисколько не легче, чем в отряд космонавтов. Мы ставим такие условия. Почему? Потому что мы карикатура, быть может, в очах Божьих. Как я могу звать идти к нам? У нас, кстати, слова истребленные. Мы, к которым, где бы я ни обращался, от Тихого до Атлантического океана прошли, мы всех до одного направляем в храмы Московской патриархии. Всех. А они меня поедом заедают, убивают, клевещут. Меня это не касается. Они за то будут отвечать, а я за это. Меня никак это не влияет на поношение. Я должен смотреть с радостью. Это моя награда перед Богом. Так вы же знаете, какой патриарх Кирилл, там миллионы, миллиарды. Знаю. И как вы его приняли бы, если приехал по первому классу. Подошел бы, засловился и все. Я и папу римского также приму. Но когда спрашивают, как правильно креститься, я легко в течение пяти минут докажусь. Правильно креститься, это только католики. Пять ран, сошел Господь, слева переведи на это. Но я никогда не буду так креститься. Я православный. У нас крестное знамение. Два или три перста, это как ты научен. Это не имеет на спасение никакого... Старобрядцы меня этого простить не могут. Вот на днях получилось такое письмо от митрополита их. И он говорит, вот видите, у вас в уставе так и так. У нас это неприемлемо. Я говорю, это наши, кто в общине состоит. А кто приходит, мы вообще, стой, сложи руки. У нас приходят люди другой нации. Может, мусульманин зашел. Но внутри церкви, точнее, разговаривать, стоять спокойно, должен надеть пояс. Вот так, чтобы поясок у него был, если видно, нет. Ничего нет. А не было табачного. То есть правила очень-очень простые, льготные. К нам, вот я начальник детского лагеря создателей. Дети приезжают разные. Разные там сектанты, там, не выговоришь, новая жизнь и все. Но он ребенок. А зачем же приехали? Теща православная и очень сильно настаивала. Отдайте в этот лагерь. Мы рассказали все и сказали, что тебя называть как? Так, так. Ты, Юра, соблюдаешь все правила. А молись, как тебя научили? Так молиться, так. Ты молиться, так, как можешь. Но прошло две недели, он уже крестится, он кланяется, посты соблюдает. Мы ни к чему не принуждаем. Он увидел вдруг то, чего никогда не видел, не слышал. Мы, как есть такое выражение, должны быть пятым Евангелием. Если этого нет, ну а зачем тогда все остальное-то? Вот бывает неверующие. Вот у меня было там, как говорится, пять мужей, этот не муж. Как я должна теперь? Да это не касается нас в церкви. В церкви этого не положено. Весь сказ. А я не могу там без табака. Это твое дело, никто не запрещает. Кури и помирай на 20 лет раньше. Ты распорядился. Но в церкви этого не должно быть. Я на все отвечаю так. Эти правила Бог дал для невесты своей, для церкви. А приход всех одинаковый. Рождение свыше. Его не было, значит ничего и не было. Неводимый Духом Божиим. Никакие мощи тебе не помогут. Если живой Христос не помог, то мертвые кости не помогут. Я говорю так, как есть. Не приглядываясь. Я не знаю, может вы специально саглядаты ко мне посланы. Я отвечаю четко и ясно, как будто я живу в последний день. И в это легко убедитесь на нашем сайте, на форуме, в ютубе. Мне это Бог дал. И мне лукают уже некуда. Мне 76-й год. Я 53 года прошел вот в этом накале. Вы ответили? Вопросили? Я вам ответил. Все. А вы сейчас в ополчении. Я бы сказал, сложите оружие и уйдите. Это моя просьба. Пока голова у вас на плечах. Я ничего не могу сказать, потому что Бог допустил. Вы Богу сопротивляетесь. Этого нельзя делать. И только молиться. А они меня завтра возьмут, на дороге убьют. А что ты смерти-то боишься? Ее нету. Это переход только. На этой земле только одна юдоль печали. Христиане никогда не боялись смерти. Они шли на казнь. Ну, вспомните. Вера, надежда, любовь. Сыновья Маковейские. На глазах матери семь сыновей пытают, жарят, бьют. Она только уговаривает. Только не отрекись. Только не отрекись. А все ничего. Поешь ли свиное мясо. Больше ничего не надо. Надо приучить болеть правильно и правильно умирать. Мы странники и пришельцы на земле. И чем раньше мы уйдем отсюда, тем меньше нагрешим. Павел говорит, желаю разрешиться, чтобы душа вышла из тела. И быть со Христом. Что несравненно лучше, чем жить в этой храмине. Но для вас лучше, чтобы я еще жил. Я могу вам путь показать, рассказать. И все это понимали. Вот у меня познакомец, вот даже парализованный Сергей. Он говорит, я вас понял. Вы хотите умереть за Христа? Да. Вот за два года мы три раза были в Чечне. Я не нарываюсь, не напарываюсь. Я веду себя очень смиренно. Но нигде ни шагу назад от Евангелия. Вот у меня ролик выислил в доме Мулы. Мы беседуем, если посмотрите. Какие доводы. Я не Даниил Сусоев. Таким путем я никогда не пойду. Так он тогда неправильно делал. Не мне судить. Я его считаю святым священномучеником. Но у меня другое. Я никогда не разбираю Коран. Хотя один том, 750 страниц, он посвящен Корану. Все сура и аята разбираю. Но в сравнении с Библией. У меня нет доказывателей. Я знаю, что Иса у них, это не наш Иисус. Он не защита Духа Святого. Он не воскресал. Он не умирал на кресте. Это не наш. Это другая какая-то там придуманная книга. Как скажу я по православным. И другой герой, но не наш Иисус. А того Иисуса я не разбираю. А Аллах это Бог? Нет, это не наш Бог. Это не наш Бог, который открыт в Евангелии. Почему? По описанию, по свойствам. Но и хурить Аллаха я не буду. Вот зачем мне эта их вера? Они это избрали. Так надо уважать каждую веру. Я не могу уважать то, что ведет в ад. Буддизм, сатанизм где-то. Но я должен сказать. Христос говорит, нет другого имени под небом, которым надлежало бы нам спастись. Хотя это говорит апостол. Нет другого имени, кроме Христа. И я им сказал, да, сказал. Я с мусульманами долго был, в тесных обстоятельствах, с разными сектантами скажу, хуже православных никого нет. Мы единственное, чем можем похвалиться нашим Христом, если в нем живем. И тогда мы живем в Боге. У нас есть священники, епископы. Мы соблюдаем посты. Мы все внешнее даже соблюдаем. Мы христиане. Я православный, вопросы все сняты. Нравится, не нравится, это уже запредельно. Я вот только так смотрю. Без лукавства. Богу лукавая душа не подойдет. Говорят, в лукавую душу премудрость не войдет. А без премудрости Бог никого не принимает. Мы должны день и ночь молиться и радоваться. Какие мы счастливые. В плену ли ты, в тюрьме. Вот я пять тюрем прошел. Я везде только ликовал. Сколько людей там обратилось. На свободе у меня столько не было. Я просто молюсь, а потом говорю. И новые, новые души становятся на колени. Вот что там необходимо. Сейчас мой брат, он протеерей. И они ездили со своим другом, там еще гуматарку возили, антрацит. Это ролик там стоит на нашем ютубе. Ну и все говорят, эх, Игнатий Тихонович, вас там не было. Там военные были. Да. Я обязательно бы там сказал. Но кому что дано, они говорят. Они тоже что-то немного сказали, но я не так. Я бы на сожженный танк залез и стал говорить, как мне Бог положил. Я сижу здесь и буквально рвусь туда. Но я помолюсь, и Господь говорит, тебе там не бывать. Не бывать. У меня назначение другое. В другом месте окончить. И поэтому надо слышать голос Божий на молитве. Живая молитва к живому Богу дает живой ответ. Вот против меня поднялся сейчас один, его фамилия Скоратовский, Виктор в Америке. И он такие паткости распространяет, пришедшие из баптистов. Как бы близкий был, говорили, но это он делает, а не я. А я о нем могу сказать, что он говорит неправду. Все говорят, а зачем он это делает? А зачем сатана смущает других, чтобы увезти туда, чтобы ни одному погибать? У него понятия нет о церкви. Ну а как вы тогда? Значит, теперь он попал в мои клещи. Я теперь молюсь о нем все время усиленно. Не дай ему погибнуть. Это живая душа, обольщенная сатаной. Больше я ничего не могу сказать. А приняли бы вы его, друзья? Сегодня нет. Завтра видно будет. Почему? Ему нужно время маленько закваску эту проветрить. А зачем это делать? Мне не надо допытывать. Я знаю, что так не делается. Не делается. Закулисно, подползать, жалить. Я должен выйти и иду на вы. Открыто вышел и сказал, ты не прав. Я писал и Горбачева, и в ООН, и патриарху в свое время. Непрерывно писал. Посадили? Да, посадили. А я радуюсь. Я вышел из тюрьмы. Так беги скорее, когда выпустили тебя. Выпустили. Это указ, президиум был. Первым делом я к начальнику тюрьмы. Мне дали капитана и сказали, чтобы он меня сопроводил до дому. Потому что я политзаключенный. Особый присмотр был. Я сказал, пока начальника тюрьмы не увижу. Тогда еще партия была, 87-й год. Я сказал, сейчас я пишу письмо в ЦК партии, в Генеральную прокуратуру и прочее. И что? Лагерь. Расформировали весь. Да как такое может быть? Я еще раз говорю, Жанатас, город Жанатас. Жамбульская область, Казахская ССР. И везде написал. Но я прежде, чем писать, сначала предупредил, зашел. А они могли что-то сделать. Мне думать не надо об этом. Я выполняю миссию Божию. Я должен сказать, смотря поверх голов, а не на штыки. Вот это мой принцип жизни. Понятно. Ну вот, следующий вопрос тогда скажите. А вот, допустим, я правильно мыслил в плане перерождения? Как себя подготовить, допустим, к крещению? Вот я, к примеру, себе наметил, что для меня важно все-таки найти церковь, определиться. Потому что если начинать с чистого листа, то у меня пока в голове, так скажем, каша. И прежде всего я решил, ну, перед крещением, это понятно, изучить Библию, перечитать свои книги Игнатия Лапкина, и, ну, поразговаривать с рядом других епископов из разных церквей. Вот, допустим, я живу в Славянске на Кубани, и тут есть приход бывшей РПЦЗ, сегодня это Российская Православная Церковь называется, архиепископ Виктор. У него здесь еще икона царской семьи, Мироточева, 2007 года. Но я так отклонился от темы, вот у меня правильные мысли. То есть сначала я изучаю Библию, Вселенские Соборы, ваши в том числе книги, которые непосредственно очень все расписывают. И уже потом только осознанно делаю шаг и меняю себя. То есть крещение и обиде. Вот смотрите, говорите, вот, вы, да, еще сказали, зарубежная церковь, она, наверное, на десятки. И я знаю, только слышал, определенно щетка на семь, потом уже на тринадцать, а они отходили-то. Друг к другу не могут смириться. Но епископы везде истинные, это все они истинные, среди них выбирать не приходится. Кто в Омске, это пасечник, фамилия его, архиепископ Тихон. Это абсолютно точно, сто процентов, рукоположенный. На Украине, если не ошибаюсь, в Одессе, Агафангел. Агафангел. Это русско-православная зарубежная церковь, что-то погасло тут. Я, извиняюсь, это я нажал, случайно. Вот, это тех, которых я знаю. Приезжает иногда Антоний. Ну, я не знаю, где у него тут приходы. Антоний Орлов. Орлов в Москве вроде. Вот, нет, он где-то там и за рубежом. Я у него жил на квартире в Лос-Анджелесе. А этот, фамилия его, запишите на Украине, Пашковский. Агафангел. Это на сто процентов истина. То есть истина. Это люди, имеющие подлинное рукоположение. Про Виктора сказать ничего не могу, не знаю. Я не встречался с ним. И противоречивые сведения там делают иногда то, что непотребно делать. Я не про него говорю. Те, которые отходят, сами себя... Вот, Диамит отошел. И епископ Диамит, который против патриархии-то восстал там. Ну, его запретили. Он не подчинился. Его совершенно незаконно запретили. Так. Ну, и жил бы, и молился. Нет, он с братом вдвоем. Одновременно его рукополагает брат. А теперь с братом разошлись. И дальше. Это не годится. Вот. На меня сильно гневался епископ. За некоторые материалы. О слове называется. Я сторонник русского языка, чтобы понятно для людей было. И второе, о воинской службе. Вот. Он грозился там запретить. И я всем сказал. Если он на меня наложен взыскание, значит, я выйду. И буду стоять в притворе, в коридоре. Сколько он скажет. И все на этом. Я заранее уже сказал. И он ничего не сделал. Он не за грех какой-то. А за то, за что я говорю, что нельзя воевать, защищать. А Сергий Радонский. У меня это все на сайте, в книге к истинному православию. Подробно, подробно. И больше этого строчки ни одной никто не добавит. Это все жития, все труды отцов, Библия, каноны. Там все взято. Я посвятил этому всю жизнь. И только так надо рассуждать. Я Божий и могу сегодня умереть. И поэтому с чем я предстану? Родинам. Патриотизм небесный должен быть. А на земле вот сейчас, в данный момент сейчас появятся те и другие украинцы. Я одинаково всех приму. Лишь бы он был не обманщик. А если вот отвоевали там между собой шииты, суниты, для меня разницы нет. Во Христе нет ни Елена, ни Иудея. Во Христе. Хотя нация наша остается, язык остается. Если бы вы были где-то рядом, я бы сказал, вот это и это вам нужно. А летом у нас в июле в начале будет крещение. И здесь вы бы приняли крещение. Но бритву вы сегодня должны выбросить. Сегодня, не завтра. Ну а больше чего? Не курите? Не курю. Ну не курите, не пьете, там никаких наркотиков не принимаете. Ну все подходящее. То есть это было бы проще. Но там найдете ли вы такого, если вы скажете неопределенное или моченое, они боятся друг друга. Хотя нынче, вот в этом году, кажется, вот месяц назад, наверное, в Барнауле, она сказала, но она нас знала, она по материалам, мы ее в глаза не видели, эту женщину. И она сказала, я была моченая, и священник разрешил ей принять крещение в полное погружение. Это в первый раз за 50 лет. У нас-то каждый год приезжают иеромонахи, и священники, они принимают крещение, потому что у них мочение. И дальше возвращаются и служат из московской патриархии. Мы-то не ищем своего. Я говорю, если ты совершаешь литургию, и оказалось вместо вина квас, будет это совершено таинство? Нет. Насчет удивляешься, когда воды нету. Когда обрезание было у евреев, и обрезание указывало на крещение. А там обрезали нигде надо, не то место, где режется, а сказали бы, стричь надо мочку в ухо. Было бы обрезание? Не было. Надо вовремя и на месте. Это все идет игра безбожия в храме. Но надо смотреть не надо. Когда я начинал об этом говорить, нигде почти полное погружение не крестит. Я сейчас во многих-многих храмах строят купели. А я писал и писал и писал. Я являюсь загадкой для всех сектантов. Как так? Знать Писание, видеть все безобразия и оставаться. Я в церкви. А там я хоть что делаю, я все время буду знать. Я вне церкви, и Христос не за церковью, вне церкви не будет искать, а только за церковью придет. И поэтому я здесь нахожусь. Да, ну вот вы же говорили по поводу правил Вселенских Соборов. Дело в том, что апостольская же преемственность, она прерывается нарушением правил Вселенских Соборов, как я понимаю. И многие священники, в том числе Московской Патриархии, она же когда-то беззаконно прервала свою апостольскую преемственность. Да, неправильно. Дальше не надо говорить, потому что вам дольше пятиться придется. Прерванное рукоположение означает, епископомер, никого не рукоположил и больше никого нет. Не от жизни это зависит, а просто он имеет право. Он имеет право. Если он умер, вот сейчас епископа всех в советской власти собрала и расстреляла, никого нет. Вот священники теперь будут совершать литургию, но рукоположить новых они не могут. Священник и епископ одно и то же, шесть тайн сделают одинаково. Но седьмое только епископ, это матка вулья, матка пчел. Все, прерывается только со смертью. Только смерть. А не то, что он нарушил правила, там вообще нигде никого не было никогда. Это неправильно, даже никогда не повторяйте это. Вот они в учении церкви нет. Вот прерывается только через уничтожение. Но Господь делает так, как вот Анфим Никомедийский. Он даже сам не знал, епископ, что здесь в храме у него одновременно шесть епископов молятся. Они переодеты были под воинов, под нищих. Рукополагали, потому что двоих уничтожили, трое остались. Они уходят, знают, где хорошее. Сегодня в дьяконы, завтра в священники, послезавтра в епископы. Возводили до патриарха, как Тарасия. За шесть дней измерянин отделался патриархом. Только рукоположение, только. А не то, что мы хорошие, мы отделимся. А там плохие были, там рукоположение прервалось. Плохая жизнь прерывает его прямое общение с Богом, что Бог ему ответил. Грешников Бог не слушает, написано. А кого он рукополагает, действительно, литургию совершает, действительно. Пока его Бог терпит, терпи и ты. Ну, а то, допустим, мне пишут, мы узнали, что точно, что он мужеложник. Ходить или нет? Не ходить. Ему не ходить. Но ничего больше не говори. А только скажите епископу, чтобы он его убрал. А если нет, значит, уйдите от него, он один останется, и ему делайте, он с голоду помрет. У нас борьба, как в Индии было, Джавахар Валнеру. Мирно, мы не выходим на работу, они их за руки тащат, не грузчики, все корабли застыли, и английское господство кончилось. Ничего нет, тут протест. Я не выхожу на работу. Так и здесь. Мы знаем Бога, Бог дал нам закон, закон это святая Библия. Ну, а дальше святые отцы дали правила, и по правилам надо этим жить. Правила, как выразился митрополит Виталий, если Евангелие, Библия является наш путь в Царство Небесное, то правила это вешки на этом пути, ну, ненастная погода, когда идешь, мы вешку смотрим от одной другой. Ко мне обращались сектанты, иногда за советом. Вот у нас такое-то, ну, как поступить, не знаем. Я им открываю книгу и говорю, да что это уже сказано? Все сказано. 719 действующих правил у нас. На все сказано. Абсолютно на все. Ну, не знает, проповедник впал в седьмое нарушение заповеди, там, женщины, и вот мы его не пускаем, а он рвется, опять проповедует. Хороший проповедник. Я говорю, если он был у вас, был бы священник, вот священник впал блуд, его сегодня же надо сам с него снимать. Но это должен делать епископ, они так, что забородуй его, так не делается. А вот его сняли, сегодня сняли, вот если я мирянин, и я согрешил, изменил жене, меня отлучают на 7 лет. А если жена мне неверная, она на 12 лет. Так это несправедливо. Василий Великий, написавший правила, говорит, знаю, несправедливо, но по-другому пока нельзя. Понимаешь, сколько здесь заложено? Когда с правилами ознакомишься, ой-ой-ой, какие они мудрые. Вот согрешил человек, жена впала при любодеянии, она на исповеди священнику сказала. Она говорит, я 12 лет бы простояла, но я буду в коридоре стоять муж, что меня увидит, он ревнив, он убьет меня. И церковь вынесла правила. Она должна стоять с соглашенными, но она будет стоять с верными, только не причащаться, чтобы муж не узнал, что она несет эпитемью. Вот как все делается. А вот, допустим, заболел, я отключен на 12 лет, но заболел смертно, священник пришел, я уже, говорится, счастую, он обязан меня причастить. Ну, причастился, теперь я уже полноправный, нет, не полноправный. Я вызвал, теперь снова включается с того момента, где было. У меня оставалось еще 7, ну, 6 годов и 5 месяцев. Вот с этого момента начинается правило. Я опять должен нести эту эпитемью, то есть церковное наказание. Стоять за дверями, плакать, молиться, подавать милость и щедрость. То есть, какое правило я не возьму, оно все мудро, столько там заложено в нем. А вот которые не знают, да нам зачем правило, я Евангелие. Я знаю, что он Евангелие не знает. Я ему открываю места Писания, он как первый раз их видит. Знать Евангелие мне полноте не дано, кроме святых отцов. Это называется Патристика. Святые отцы, но главный, конечно, из них это Иоанн Златоуст. Вот у меня трехтомник, полное толкование Нового Завета вместе с Откровением. Впервые за 2000 лет вышло такое издание. Все, до одной строчки Нового Завета истолковано в трех томах. И кроме того, в апокалипсисе указаны современные секты, и в чем они заблуждаются. У меня, знаете, еще такие случаи были, очень, так скажем, впечатляли меня, когда несколько раз буквально было, когда я согрешил, то есть сотворил что-то, да, и тут же открываю Евангелие, ну, очень часто бывало на случайной странице, и я прям попадал в строки, которые буквально указывали на мой грех, который только что совершен. Вот так очень часто именно это происходило. Бывает, но только гадать не надо. Каждый день идти на работу, что откроет Бог? Еще Он откроет, когда ты по телевизору смотрел блудные фильмы, там еще тебе Бог не откроет. Он тебе и откроет такое, там, седьмую главу первой Коринфину. Или песню песни, ты будешь на эту пальму лазить, да, кисти хватать. Ну, в принципе, у меня, как бы, вопросов много, потому что, так скажем, путь к спасению у меня только начинается, и вопросов много я сейчас не буду, потому что надо готовиться. В любом случае, как бы, скажу вам, что я восхищаюсь вами, я много их пересматриваю, я буквально там включаю ваши, разгрываю с другими людьми, и очень смотрю, прям привязанно, не отрываясь. Я не знаю, но это вообще очень, меня очень восхищает ваша деятельность. Хотел бы еще с вами, потому что вопросов у меня масса, просто я так сейчас в разброс понакидал, что есть. Хорошо, вы их запишите, зайдите в Mail.ru, у вас листик там есть в своей странице, в моем мире? Вы, друзья, попроситесь ко мне, и через Mail.ru тогда мы будем говорить. Если потребуются книги, даже там, Новый Завет, это можем сговориться дальше, чтобы вы знали толкование, без этого вам никак нельзя. А иначе вы в любую секту свалитесь. Просто подойдут к вам, люди скажут, а там лучше, это секта, это не церковь. И они возникли в определенное время, в 15-м веке, в 16-м, а церковь Христос создал в первом веке. Тут легко говорить. Вы желаете, запишите, может быть, у вас есть друзья, которые хотели бы, вы их возьмите с собой, чтобы они тоже могли услышать. Я не за деньги отвечаю, просто я с радостью делюсь тем, что имею. Если у вас коснется невыносимая обстановка, вы с сегодняшнего дня уже твердо будете уверены, если все соблюдаете, что я сказал где-то, то тут можно начинать работать. Особенно предпочтение даем молодым семьями и дети. Когда мы дружная, а единая большая семья перед Богом. Большая это больше трех человек. Вот так. У меня книги еще, в любом случае, я очень хочу все ваши книги приобрести. Ну вы напишите, сколько вам надо, какие, я вам скажу цены. Что это, все остальное я вам покажу. Вы назовите свою фамилию почти по буквам. Куликов или как? Куликов, Куликов, Игорь. Куликов, Игорь. Город Славянск-на-Кубани, Краснодарский край. Краснодарский? Да. Краснодарский. Я там был. В Краснодаре, кажется, в Краснодаре это же, это Воронеж, а Краснодар, там Воронежская область рядом. Мы там были. Там в Центральной библиотеке должны быть мои книги. В Краснодаре? Я думаю, потому что сейчас меня как-то, другие люди за меня там уже работали. Но мы проходили в Краснодаре, именно были. Вот могу точно сказать в Ростове-на-Дону, где мы прошли там, весь Юг, это все мы захватили Ставрополье. И в районные центры, в Центральные, и во все районные центры. Я дарю 38 книг. Мы за два года подарили на 7 миллионов 150 тысяч. Подарили. И приехали с Алтая, представьте, от Находки до Лиссабона, Скандинавия, Прибалтика. Это нельзя не повторить никак, и мы это никогда не думали. Это сделал Бог. И везде, всюду мы едем с дарами. А почему? Я интеллекта 50 лет заложил непрерывную часть туда от Бога. Я все это делаю с радостью. И что вы пришли, я рад. Не то, что ко мне в тягость как-то. Я просто очень рад, что с вами познакомился. Я тоже очень рад. Я буду молиться уже, буду поминать вас перед Богом. Никогда не спешите. Если у вас вопрос, спросите. Потому что иногда советник дает совет, чтобы выгоду свою какую-то иметь. Это Серахов так говорит. Иногда ваше сердце вам подскажет больше всем наблюдателям за вами, которые будут смотреть. Надо жить не лукаво, красиво и интересно. Эта коротенькая жизнь должна прожита быть в радости. Слезы радости должны быть. Слезы восхищения. Что бы с вами и где ни было, никогда не возрабщите. Это Бог делает для ощущения меня, готовит на что-то. Все время благодарите Бога. Это вторая ступень молитвы. Просительное, благодарственное словословие. Все время туда подниматься. И знайте, что православие это широта. Это целомудрие. Это красота. Люди этого не знают. И когда начинаешь рассказывать сектантам. Андрей Кураев меня считает самым выдающимся. Я никогда таким себя не считал. Я знаю, что это Бог делает. Я всего лишь знаю, что Бог любит меня. И Он дал мне это. Я без хитрости это человеку преподаю. Вот запишите это все. В какое время? По Москве с трех. Запишите. С часовой ночи. У нас уже будет шесть часов. С трех. До семнадцати по Москве. Ну, вот воскресенье. То есть еще в это время я могу быть в церкви. Или надо утром. Утром воскресенье мы в храме. С восьми. Значит, надо понимать, что тут рядом-то. А в шесть, а все равно мы дома. А вот в субботу это один день, где мы можем не быть. Потому что богослужение вечернее. Если нет, то позвонил. Нет, то через час позвони. Мы все записываем. И вы на следующей неделе, мы это что сегодня были, говорили. Я передаю своим сотрудникам, администрации. Администрация там конвертацию производит. Отсылают в Воронеж. К этому парализованному Сергею. И тот уже там соединяет из других роликов, где о чем я говорю. Он старается найти, вставить, разбавить музыкой. Он большой-большой специалист. И вы себя увидите, и товарищей позовете, когда мы не мудрим с названиями. Скажем, Куликов, Виктор. Вот вместе с такой, это 21 ноября. О чем мы говорили? Говорили о жизни, о церкви. Два слова будут стоять. И вы когда вопросы все запишите, проверьте, посмотрите. И вот о чем мы говорили, вы с этими вопросами подойдите к другим людям, к священникам, конечно, или к знающим, даже не священникам, и узнайте, как они ответят. У вас все равно где-то там найдутся люди православные, которые знают Писание, только православные. Любой сектант – это узор взгляда на истину. И это всегда выгода чего-то они делают. Мы верим, что Россия, если должна встать на ноги, то это только через православие. А секты, которые, они просто раздирают сейчас все. Они хулят и иконы, и храмы, они просто не знают, хотя они люди очень хорошие. Но им нужно свидетельство, вот это миссионерская работа. Я знаю, которые у нас приходили люди, каида сегодня, их баптисты, адвентисты, там какие другие. А из них, получается, священники прекрасные, прекрасные. Ну, конечно, они все меняют тогда. Вот они раз услышали, все, сразу бороду удалой, поисок надень, никогда расстегнутый нибудь. Такое простенькое дело, вот оно, видно, что застегнут. Почему? Да ты в армии служил, знаешь, как это. Не надо расшлюпанным быть. Вот у меня эпиграф, это 118-164 стих. Семикратно в день прославляю тебя за суды правды твоей. Семь раз в день встать на молитву. На молитву. Ну, молитва это, да очень наш, называется, три святой и сто поклонов. То есть, если зайдете на наш форум, вы там увидите, а молитву, зарядите в поисковик, там все сказано. Я делюсь тем, что я имею. Я никогда не призываю. И вы будете, вы работаете где-то? Да, я предприниматель, у меня магазин, стараюсь как-то заработать. Ладно, мы, может, никогда с вами не встретимся. Но я вам скажу, что о благословении вы, чтобы хорошо знали, никогда, нигде не проклина евреев. Никогда, нигде. Это двенадцатая глава бытия. Благословяющий вас будет благословен. Так они ограбили всю страну, они революцию сделали, царя убили. Я ничего не опровергаю. Я говорю, что не проклинай. Они не знали Бога. Это богоизбранное племя. Это захваска мира. И что им назначено, они не то делают. Но потом они обратятся к Богу. И последнее, плати десятину. Вот ты предприниматель, у тебя доход миллион. С миллиона десятая сейчас сто тысяч. Сто тысяч каждый месяц откладывай. А Господь укажет куда. Где вы будете крещение принимать, где исповедоваться. Это принадлежит священству. Разумную меру дать, а остальное на благовестие, где-то помочь нуждающимся и проще. Но десятина должна быть тверда с первого дня сегодняшнего, иначе ты вор у Бога воруешь. Эта десятина не наша Божья. Бог приложил к нашим 900 тысячам сто тысяч, чтобы ты своей рукой отдал, чтобы сердце твое умягчилось, глядя на больных, брошенных, одиноких. Вот как. Это вот два благословения. Между ними все. Кто благословляет мать, долголетен будет на земле, заботящийся, счетущий отца и мать. Все благословения здесь. Никогда не поноси своего царя чужого. Мы молимся за Порошинку этого Петра и за паутинку Владимира России. Мы молимся и за Обаму, и за Рамзана Кадырова, и за всех, как и есть. Я молюсь и за Горбачева, чтобы он покаялся. Я для этого еще живу. Ежедневно мы молимся, просим Бога. Да что ваша молитва, она ничего не значит. Но Бог дал только один канал в связи с ней, молитва. Мы обращаемся к милости Божией. И Господь по милосердию, по любви откликается. А бывает не просит, получит. Получит у него благодарности, а то он не знает, что от Бога. За этим еще кроется что-то. А я просил, я получил. Сегодня же получил. Я опять всем звонил, срочно на молитву. Мы получили, что просить. Даже не думали получить. И вдруг получили. Вот я поехал когда в Латвию, представьте, я приехал, ну хотя это Советский Союз, но другой народ. У меня ни паспорта, у меня ничего нету, ни военного билета. Куда поехал в другую страну. И в кармане 6 рублей. 3 рубля я отдам сразу одному там голодный был. А как жить? Устроиться на работу. Там не принимают. Портовый город Леипая. Начальник милиции меня увидел, расположился и звонит на работу. Примите. Она говорит, да у нас, я сказал, примите. Я ему паспорт завтра выдам. И все встало на свое место. Понятно? Как? Я думал-то, я ничего не знал. Просто латыши мне нравились, в армии были. Какие они хорошие. Какие они трудолюбивые, рослые ребята. Ну я пошел. Конечно, я быстро выучил латышский язык уже за 3 месяца. Я уже с ними понимал, что к чему. А то они и националисты, ну националисты это неплохое слово, шовинист плохо. А то говорят, фанатик, экстремист. Я на кафедре стою и большой конгресс интеллигенции, тут и лауреат Нобелевская премия, и алкеров. Я говорю, я экстремист и шовинист. Этот фанатик. Фанатик готовый умереть за свое дело. А экстремист все дадящее до совершенства. Дайте подлинный смысл. Людям нужно дать знания. Знания освещают путь. Знания в библейском рассмотрении, во свете Библии. Что это и как. Вот у вас вопросы какие-то простые, там на работе. Вы все можете задать. Но главное, вы найдете ответ на моем сайте, в сайт во свете Библии. И там 55 папок. 4124 вопроса ответа. И по папкам работа, семья, искусство, литература, старобрящество, патриархия, католицизм. И у евреев вы все там найдете. 55 папок позиций. И там только вопрос ткнул, выходит весь ответ. Там огромная работа была проведена. И Бог позволил это сделать. Нам есть куда звать. У нас шикарнейший стол. Стол. Там 50 книг моим голосом насчитано. Вауди, Библия, Архипелаг, ГУЛАГ, ЗВАТАУС. Все есть. И вот вы зайдете. Прям сегодня еще время есть. Вот это там минут 10 этот составляется в моем мире. Листик. Прямо, чтобы была фотография. И анкета. И Игнатий Латкин. Там два будет Игнатий Латкина. Это вторая у меня контрольная делает администрация. Где я стою без голубя, а с шапки. Именно это связывает. А с той мне просто перекидывают. А ВКонтакте вы есть? ВКонтакте же работает. Там модераторы работают наши. Страничка у меня есть, Игнатий Латкин. И вы найдете меня там. Но вопросы оттуда это труднее. Это с перекладными. А тут мы непосредственно прям сразу. Я ту же минуту вам отвечать буду. Если я вопросов отвечаю мало. Один вопрос отвечаю только. А по скайпу, если духовно такие вопросы, я отвечаю на все вопросы. А сидеть печатать мне некогда. Просто некогда. И вы вопросы эти записывайте, думайте об этом, молитесь. Вот сейчас будет пост Филиппов. Посты все соблюдайте. Православные. Возьмите в церковь сходите, посмотрите. Календарь продается. И написано, в какой день живите. Пока по тому уставу, который там. Там новый старый стиль указанный. Мы православные. Каждую среду и пятницу у нас пост. Мы не считая определенные дни. Там святки от 7 до 19 января. Пасхальная неделя, масленица. Тут среди пятницы нет. Все разрешается. А на масленицу, мясной не разрешается. Никогда не бери. Не нарушай. На душе легче будет. Но неужели Бог смотрит, что я ел? Смотрит еще как. Да нас пища не отдаляет. Я говорю, такого не написано. Написано, что не приближает. А все считают. И не отдаляет. Я говорю, найди. Восьмая глава сунулся, посмотрел. Нигде нет. А где же мы считали? Нигде не считали. Сатана навеял. Пища отдаляет от Бога. Адам вкусил, и Бог выкинул его. Так? Ну да. Сатана подошел, сделай камни хлебами ко Христу. И ради пищи тлена и иудеи затопорились на 40 лет. И антихрист придет не продать, не купить. 666 будет ставить. Речь-то идет не о ботинках, а о хлебе. И за хлеб люди примут начертания. Вот и все. Ну вот скажите еще, допустим, по поводу, является ли это беззаконием, отсутствие бороды в христианстве? То есть я пришел к поводу, что это является беззаконием. Ну вот в плане... Борода дана Богом в определенное время. Вы когда зайдете ко мне, я просто скину вам материал о бородобритии, хотя это на наш сайте, и там открыта книга к истинному православию, и там сразу оглавление о бородобритии. Вы прочитайте и скажите, да или нет. Там все взято из Библии, из святых отцов, из икон. У нас все иконы, без бородок никого нет. Только молодые там, которые были, ну, они так и рисуются. Молодые. Иоанн пошел за Христом, Пантелеимон, ему там лет 15 было. Бороду не трогай, не подправляй ничего. И вы увидите, что ничего не меняется, кроме того, что к вам уважения больше будет. Я даже на военном билете сижу с бородой, на военном билете. 61-й год, советская власть. Нет никакого. А Адмирал Бакаров сидит, какая у него борода. Посмотрите на снимках. И какие люди-то были. Не нам счета. А то мы уже видим, Петр все это принес, и уже и Пушкин все подбревает, Лермонтов. А те, которые были раньше, Натсон, какие были поэты, Фед. Все с бородами, все до одного. Вот я смотрю, союз борьбы за освобождение рабочего класса. В центре сидит Владимир Ульянов, ему 30 лет, рядом Бабушкин. Ну все, все друзья его, все до одного с бородами. Все до одного. Дальше показываются инспектора училища, его отец Илья Николаевич. И его, которые подчинены, все с бородами. Давно ли это было? Вы знаете, Фридрих Энгельс как выглядит. Как Карл Маркс выглядит. Да у самого Ленина даже еще борода. А у Саллина говорит, у Се, а у Хрущевой на голове нет ничего. И все по порядку друг за другом. Ну слышал один раз, выкини, не советуется ни с кем. Главное препятствие от жены будет. Вот это бородобритие называется блудодейная ересь. Протопопа вакуум. Жена, мать поднимутся, все против. Ну против, но пройдет. Еще они тебе ночью бороду будут выпаливать. Никак нет. Они увидят, что прекрасно, хорошо выглядишь. А то две мамы в доме, безбородые. Бог дал бороду. Я ее соградую. Это Бог меня так сотворил. В Библии есть такой случай, когда умер царь Наас, а у него сын был Амнон. А Наас дружил с Давидом. Ну и когда умер, он решил к нему послать делегацию. Ну сочувствие. Как Кеннеди убили, поехала с Советского Союза делегация вместе там, кажется, с Микояном. А те сказали, они приехали подсмотреть, это соглядатая. И взяли полбороды им, обрели одежду, дочересел, дочересел обрезали. Когда Давид узнал, он ни одного не запустил в Иерусалим. И сказал он, город проклятие Иерихона, живите, пока не отрастет борода. А мы идем в небесный Иерусалим. Вот и все. Я все, простой пример. Дина, дочь Якова, вышла посмотреть на тамошних. А Сихем сына Имора, княжеский сын, изнасиловал ее. И написано, она была обесчещена, то есть потеряла честь. Вот, говорит, честная девушка, запомните, обесчещена. А когда борода брыли, написано, они были очень обесчещены. В Библии лишних слов нет. То есть это рассматривается хуже, чем изнасилование. А ты каждый день скоблишь себя. Зачем это нужно? Ты услышишь, он сразу вздрогну, он сказал, ни разу не будет. Ты не думаешь, что от тебя кто-то там отвернется или кто-то... Ну, первое, пока щетина еще будут говорить. А когда верю с бородой, уже через год никто не вспомнит. То есть скажет, эй, борода, даже кричать будут. Эй, борода-то, я отвечаю, слушаю безбородой, говори. Да вот и. То есть, чтобы у вас был юмор, живите весело, интересно. Не пустословьте, никакие там глупости, глустости не рассказывайте. И других пресекайте. Ни одного мата, чтобы вокруг вас не было, где работаете. И, ну, я просто большой опыт имею в жизни и скажу, камера, 70 человек, ни один не заматерится. Ну, одного запустили, а я в это время стою на молитве. Он зашел, мать-перемать. Ну, я молюсь, я слышать-то слышу, но никак. Слышу, ну, минута-другая прошла. Так, мужик, ты помело свое прикруси. У нас это нельзя. А что это такое? Ты видишь, батюшка молится. У нас не принято это. Так, простите, я не знал. Его никто не мог укоротить. Но только то, что я молюсь, как говорится, другая аура. Это нехорошее слово, но чтобы понятно было. Другая обстановка. Это везде так, везде. Это везде. Но ты должен показать, что ты христианин, за тебя Христос. Со мной мой Бог. Помнил. Так, ну, тогда все, ну, все. Все? Так, благодарю вас. Спасибо, Христос. Вам сколько лет? Мне 27, и надеюсь, что скоро встретимся. Так что... Дай Бог, вот если у вас никто нигде никак не будет соглашаться, вы все, что сказал, выполняйте, сюда приедете, и тут примите крещение. Тогда мы уже тут и побудем, и... Мы скажем, когда... Если 7 июля, не июнь, а июля, будет на воскресенье, значит, 7. Или в 1 воскресенье после 7. Если 7 попадает на понедельник или на вторник. Значит, это будет 13 тогда, там, 12, 11. Но никак 15 уже быть не может. Вот и все. Мы конкретно, я говорю вам, и мы сразу показываем путь выхода из этого. Вас гонят на Украине, нам есть что предложить, приезжай, было бы что, начинай строиться. Ну, не желательно, чтобы один, да, с семьей. Если старым не разрешаем, но если у вас старики, значит, не бросишь их, тогда берешь. Но надо сначала посмотреть. Все увидеть. Какой устав, какие люди, какая земля, какая вода. Ну, у нас все это написано, мы нигде неправды не говорим, так что... Благословен Господь. Ну, с Богом. Банарево. Давайте, помещайте.